В Новосибирске в субботах день протестов. Подписали люди в поддержку Хабаровска. А кроме того, вдоль Красного проспекта стоят в желтых жилетах. Нас оптимизировали, теперь будут уплотнять. Нет ЖК Енисей. Остановить незаконную стройку Красноярская, 132. И таких людей в одиночных пехетах довольно много вдоль Красного проспекта. Они в желтых жилетах. Желтые жилеты теперь символ протеста. Губернатор, ты здесь губернатор или шабашник? Нет ЖК Енисей. Остановить незаконную стройку на Красноярской, 132. Нет точечных застройков. Нет ЖК Енисей. Требуем общественных слушаний по Красноярской, 132. Нет ЖК Енисей. В чужой земле мы не хотим ни пяди, но и своей крочка не отдадим. Нет ЖК Енисей. Остановить незаконную стройку на Красноярской, 132. Поликлиника переполнена. Ханат все уплотняют. Тоже по Красноярской, 132. Обогащение нескольких важней интересов тысячи жителей. Здравствуйте, Тимур. Там еще стоят? Да, да. Ну да, судя по политике. Вам уже подходили полицейские? Подходили. Записывали, да? Записывали. Полиция фиксирует участников пикета. Я уже рассказывал эту историю. Показывал по Красноярской, 132. Там было во дворе девятиэтажных домов. Ну там еще не только девятиэтажные, еще новые, поновее есть. Дома построены лет 30-40 назад. Во дворе было, в советское время было ателье. Постсоветская, кажется, шоколадная фабрика. Группу зданий этих небольших. Сейчас уже этот участок выкупил кто-то. ЖК и НСИ. Теперь там собирается построить дом. Новый дом. Достаточно большой. Высокий. И по мнению местных жителей, вот как я показывал в своих репортажах на эту тему, по мнению местных жителей, их права нарушаются. Вот смотрите, люди даже стоят там, где нет прохода пешеходов. Они говорят об инсоляции, о том, что им будет не хватать новая многоэтажка, будет закрывать солнце. в части домов, что не хватит дворового пространства для организации отдыха, что и сейчас не хватает мест для машин. А также протестуют против того, что по их мнению мэрия, мэр приняли решение о разрешении строительства незаконно. Я уже транслировал собрание в администрации Центрального округа, где гражданам пытаются разъяснить ситуацию, но, по-моему, они остались неудовлетворенными разъяснениями со стороны властей. Я знаю, что всю эту историю под контролем держит новый депутат законодательного собрания Константин Антонов. Он обещал контроль и противодействие незаконным решениям. Надо понимать, если эти решения действительно можно расценить как незаконные, потому что ведь всегда можно сказать, мало ли, что кому кажется. Но, как видно, граждане настроены решительно. Они уже вывешивали на своих домах баннеры с протестными призывами. А теперь, как видите, вышли на улицу. Серия одиночных пикетов только Красного проспекта. Этот жанр становится все более популярным среди обманутых дочек. И вот теперь сегодня вышли сюда люди с протестом против точечной застройки. Надо вспомнить, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который уже второй срок является городоначальником, еще на первых своих выборах пять, больше пяти лет назад, шесть лет назад, да, он много раз говорил, что он против точечной застройки. И во времена до высшей должности в городе, еще когда он был депутатом в экзастной думе городского совета, он выступал вместе с другими против практики точечной застройки. Вот еще человек стоит, смотрите, вот там, на перекрестке. Но, как показывает опыт Новосибирска, не всегда политические обещания исполняются в полной мере, или, по крайней мере, может быть, ему не удается их выполнять, потому что существуют законные права застройщиков, а может быть, он их выполнять и не хочет. Про там совесть, честь и землю обращаться в мэрию, ну, вот это тема, пожалуйста. Нет ЖК и НСЕ, остановить незаконную стойку на постоянской футбольной центра. А там еще кто-то есть? Ну, там еще один или трое. Почему вы же сегодня на протест? Ну, это наш ответ на новости Новосибирска и публикации Прецедент ТВ, которые полностью, целиком и полностью в действительности не соответствуют. А о чем там были публикации? Там предъявили людям якобы жителя нашего жилмассива и якобы покупателя так называемого дольщицу, почему-то предлагает жить мирно. То есть то ли намекает, то ли боится нас. Нас бояться не надо, мы мирные люди, спокойно живем. Чем вас не устраивает стройка на Красноярской 192? Ну, в первую очередь мы считаем, что наши условия проживания существенно ухудшаются. Конкретно дом очень близко к нашим окнам и не только дом. Там по проекту в 10 метрах конкретно вот от моего окна находится шахт, вен шахта из подземной стоянки. Копротик. Именно. Что? Копротик. Конечно, мне это не нравится, мне это зачем, куда она все это будет вентилировать. У меня там цветочки растут, извините меня, мне придется свет раньше включать, мне все солнце дом загородить. Это, конечно, мелочи, но самое главное, что, против чего мы выступили, это беспокойство за собственный дом. Чего? Тут уже речь идет не о самой целостности здания, а о защите своего дома, своего крова, где живут наши семьи. Поэтому мы будем стоять до конца.